МИР СЕГОДНЯ Russian Television Network of America представляет программу МИР СЕГОДНЯ Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе МИР СЕГОДНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня Байден официально объявил, что к 11 сентября США выведут свои войска из Афганистана. Война там началась два десятилетия тому назад, именно как результат нападения на американцев, террористов 11 сентября. И для Байдена важно, чтобы ее окончание тоже было символически связано с этой датой. Байден поддержал в свое время начало интервенции, как почти вообще все американские политики и законодатели. Но затем, на протяжении нескольких лет, как тоже многие, выступал уже против длительного американского военного присутствия. Сегодня сторонники Байдена говорили, что сейчас он получил возможность воплотить свои призывы в жизнь. И делает это, по сути, отказавшись от традиционного подхода, когда ставились всевозможные условия американского вывода, а точная дата выхода не называлась. По мнению Байдена, увязывание даты вывода с выполнением американских условий означало бы просто, что американские войска никогда бы из Афганистана не вышли. Байден заявил, что он является уже четвертым президентом, при котором американские войска находятся в Афганистане. Два республиканца и два демократа. Я не передам эту ответственность, сказал Байден и пятому президенту. Согласно Байдену, задачи, ставившиеся при входе в Афганистан, решены. Байден, Бин Ладен давно мертв, Аль-Каида в критической степени ослаблена, и нельзя продолжать цикл расширения, продолжения американского присутствия в стране, надеясь, что условия для выхода когда-нибудь будут лучшими. В числе традиционных американских условий выхода из Афганистана неизменно были успешные начала мирного процесса, снижение уровня военной активности, создание широкого общенационального правительства, признание талибами равноправия женщин. Конечно, и сейчас Америка физически не может отказаться от этих условий, но может не связывать их выполнение с датой вывода войск. И против нарушения этих условий потом протестовать она, конечно, будет, но войска уже выведет. Другое дело, что ничего принципиально нового в позиции Байдена, наверное, нет. При Трампе ставились условия вывода американских войск, говорилось, что дата вывода будет зависеть от их выполнения, но на деле неофициально признавалось, что американцы к 1 мая выйдут, и поэтому значение постоянных нарушений талибами договоренностей преуменьшалось. Ну и также, когда говорится о новом, как бы более решительном курсе Байдена в отношении даты вывода, как-то не очень замечает тот факт, что назначил он вывод войск к 11 сентября, то есть на 4,5 месяца позже, чем реально Трамп. При Трампе были частыми заявления о том, что талибы не воздерживаются, не воздерживаются, как обещали от крупных операций против населения больших городов, что нет реального продвижения к переговорам с афганским режимом, но при этом Трампа постоянно обвиняли в том, что он все это игнорирует и все равно сокращает американские войска. И при Трампе, и при Байдене вывод войск из Афганистана будет иметь одинаковые последствия. Противостояние с талибами нынешний афганский режим практически наверняка не выдержит, поскольку он поддерживается в основном семейными кланами тех, кто им руководит, а также почти не имеющий военного значения прослойкой афганского общества, ориентированной на Запад и находящейся прежде всего в Кабуле. Для режима может быть смертельным не только вывод американских войск, и вместе с ним и военных из европейских стран, до сих пор участвующих в этой войне, но не в последнюю очередь также вывод многих тысяч контрактников из США и Европы. После заявления по Афганистану Байден был на Оргентонском кладбище, где возложил венок в памяти погибших в этой войне американцев. Афганская война стала самой продолжительной в истории Америки. Продолжалась она два десятилетия, унесла жизни 2500 американских солдат, а десятки тысяч стали инвалидами. Стоимость этого конфликта составила 2 триллиона долларов. Решение прекратить войну сегодня вызвало вздох облегчения среди американских военных. За эти годы осталось очень мало солдат и офицеров, службы которых не была бы хотя бы эпизодически связана с Афганистаном. Слишком многие из них там воевали. И когда они видели, что несмотря на всю военную, американскую мощь, реальная победа ближе не становится, это было для них очень тяжело и психологически. Конечно, целью афганской войны было предотвращение создания там базы международного терроризма и новых атак против Америки не только со стороны Аль-Каиды, но и со стороны других террористических организаций. Сейчас с уходом американских войск, в принципе, никаких серьезных долгосрочных гарантий против возвращения туда террористов не будет. К власти через некоторое время в Афганистане, скорее всего, придет тот же по идеологии режим, что и 20 лет тому назад. Другое дело, что согласно оценке американских разведок, в ближайшем будущем вероятность превращения Афганистана в лагерь для международных террористов не велика. Это не соответствует интересам самих талибов в целях не в террористической войне в США, но в строительстве в Афганистане ультраконсервативного мусульманского режима по образцу средневековых моделей. Конечно, большой вопрос, на который никто по-настоящему не знает ответа, в том, был ли смысл в 20-летней войне в Афганистане. В свое время про Вьетнам левые очень легко говорили, что смысла там не было, что американцы во Вьетнаме ничего не добились. И также легко говорят, что вот вывод, вход в Афганистан был трагической ошибкой. Но, конечно, никто не знает, каким бы был мир и террористическое мусульманское движение, если бы после 11 сентября американцы бы просто, ну, утерлись и оставили бы базы Аль-Каиды и весь тогдашний афганский режим без возмездия. Другое дело, что в афганской войне имелись два ярко выраженных этапа. Первый, короткий, когда с помощью афганских группировок, воюющих с талибами, режим был быстро выбит из Кабула и центральных областей страны. Это было время ярких и легких побед. А уже затем вот началось все тоже так называемое строительство нации, как в свое время во Вьетнаме и как в Ираке. Когда создается режим достаточно проамериканский, который, однако, не имеет прочной поддержки в стране, и когда создается слой общества, ориентирующийся на Америку, и которому тоже грозит уничтожение в случае прихода к власти прежних сил. То есть в условиях отсутствия общества, способного воспринять западные ценности, это общество начинает искусственно создавать. Эта политика и в Афганистане ни к чему положительному не привела, несмотря на колоссальные затраты. За все эти годы не смогли создать даже боеспособную армию, которая могла бы действовать самостоятельно и без американской поддержки. Большинство демократов сегодня поддерживали решение Байдена. Большинство республиканцев говорили, что назначение однозначно фиксированной даты это игра на руку противнику. Например, член Палаты представителей Лиз Чейни, дочь Дика Чейни, говорила, что война не заканчивается. Когда одна из сторон выходит из борьбы, вывод наших сил из Афганистана 11 сентября сказала, Чейни только поддержит тех самых джихадистов, которые атаковали нашу родину 20 лет тому назад. В следующей части о том, что активисты-антифы прибыли в Бруклин-центр. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин